Особое мнение на 101FM Вы можете участвовать в нашем эфире, вы можете задавать вопросу гостю через форму анонсов на нашем сайте Ахакирова.ру, через Вайбер, через Телеграм. Пожалуйста, мы следим. Но мы с Яном Евгеньевичем, конечно же, начнем с темы, это, наверное, тема номер один этой недели, если не случится чего-то более жаркого и горячего. Это история с Великорецким крестным ходом. Традиционно он должен пройти с 3 по 8 июня, и он будет, но формат его в этом году изменен. Икону, которую обычно пешим ходом носят из Кирова Великорецкой обратно, на этот раз повезут на машине. По мнению властей, по мнению представителей епархии, это должно снизить количество желающих поучаствовать в крестном ходе. Кроме того, власти уже заявили о том, что в этом году не будет оказано никакого сопровождения паломникам, ни медицинского, ни спасателей, ни камеры хранения, ни подвоза воды, ни там питания, ни организации ночлега. Мало того, жителям местным по ходу тех сел, где останавливались обычно паломники на ночлег, уже выданы предписания с требованием не пускать к себе, не размещать паломников. Тем не менее, есть очень большие опасения, что какая-то часть людей все-таки соберется и пойдет. Судя по интернету, да. Да, я сейчас вижу достаточно горячее обсуждение ВКонтакте, там есть группа Великорецкий крестный ход 2020 по поиску попутчиков. И там огромное количество людей из других регионов, которые ищут тех, кто их либо привезет, либо кого-то с собой готовы взять и привезти сюда. Говорят, что уже есть какие-то приехавшие люди сюда в Киров, желающие поучаствовать в крестном ходе, которые прибыли и сидят на вот этом двухнедельном карантине. И у меня ощущение, что патовые совершенно явные ситуации, невозможно там ни власти, ни представителям епархии паломникам запретить ходить в крестный ход. Это так? Или с точки зрения закона все-таки есть какие-то механизмы, не знаю, там возможно выставить кордоны, еще что-то, чтобы людей не пропускать? Да, тяжелый вопрос. Ну, на мой взгляд, законодательно давным-давно этот вопрос разрешен. В Москве, в столице нашей, в второй столице, регулярно привлекаются граждане к ответственности за нарушение режима самоизоляции. На этой есть специальная норма Кодекса об административных правонарушениях. И безусловно, если наши власти заинтересованы в том, чтобы в нынешнее неспокойное коронавирусное время этот крестный ход не состоялся, они могут оказать меры по противодействию подобного рода несанкционированному публичному мероприятию. А я все-таки считаю, что вот подобного рода мероприятие, это безусловно публичное мероприятие. И обращу внимание слушателей, что именно на этом основании во все предыдущие годы верующие, которые отправлялись в Великорецкий крестный ход, имели льготы и преимущества над простыми другими гражданами в виде как раз полицейского сопровождения, в виде перекрытия трасс, в виде организации бригад скорой медицинской помощи, содействия на пути исследования, содействия в размещении и так далее и тому подобное. На мой взгляд, если в настоящий момент верующие пренебрегают собственным здоровьем и, что мне кажется гораздо более важным, ставят под угрозу заражения окружающих, подобного рода действий следует незамедлительно пресекать. А как? С помощью милицейских кордонов, с помощью блокирования путей, подхода к обычно посещаемым храмам, с помощью разъяснительной работы на железнодорожных, автовокзалах и так далее. Возможно, с помощью более активного использования средств массовой информации. Мой офис находится рядом с храмом Серафимовской церковью. Я регулярно вижу о том, что наши верующие, закавычу это слово, ведут себя далеко не так, как положено вести себя добрым христианам. Слишком они собственные нужды и собственное «хочу» ставят выше общественного блага и мнений окружающих и других людей. И на мой взгляд... Так, вы имеете в виду, что люди идут в храм? Ну, не только идут в храм. Слушайте, я вот регулярно привожу всем своим друзьям достаточно простые примеры. Я видел, как, например, верующие, которые прибывают на какое-то богослужение, кидают машину в неположенных местах и матом ругаются, простите, между собой за право парковки там, где они хотят, а не там, где положено. Ну, разве это по-христиански? Я точно так же видел, как, простите, человек в подряснике, я уж не знаю, кто это, значит, пнул в бок собаку, которая там попыталась с нему приласкаться. Ну, слушайте, ну, разве так можно? На мой взгляд... Ну, вот это с коронавирусом не связано. Нет, это звенья одной цепи, Аня. Если человек считает, что вот он делает что-то благое для себя, пытается где-то, возможно, отмолить собственные грехи, либо совершает какой-то духовный подвиг в виде подобного рода похода, он должен понимать о том, что он сам может и не заболеть. Но он может быть носителем, и это, к сожалению, факт, что достаточно большое количество наших сограждан сами никогда не заболеют коронавирусом, но они в себе его носят. И он может заразить окружающих. Ну, это же пренебрежение интересами ближнего. На мой взгляд, я, конечно, слабый знаток христианской религии, но тем не менее. На мой взгляд, это просто откровенное противоречие тому, чему учил Сын Божий верующих. И поэтому здесь нужно как-то пытаться гибко сочетать и, безусловно, репрессивные меры в виде наказания людей, которые пренебрегают здоровьем окружающих, и, безусловно, разъяснительные меры. Я пока не вижу, чтобы как-то активно подобного рода тема обсуждалась со стороны наших властей-придержащих на просторах интернета либо с помощью иных средств массовой информации. В таком случае у меня вопрос. А какие-то меры воздействия, кроме профилактической работы, там, предупреждать и не пущать, есть в арсенале власти? То есть, возможно, какие-то штрафы? Безусловно, возможно, и штрафы, и человек, который, невзирая на предостережение или прямо высказанный ему органами власти запрет на проведение подобного рода мероприятия, Проблема в том, что слово «запрещено» пока не прозвучало. Ну, не надо этого бояться. Все, что есть, все, что сейчас есть, не рекомендовано. Стоп, ну, хорошо, ну, не рекомендовано. Значит, у нас впрямую запрещены общественные мероприятия. Этот запрет существует, и он установлен на территории Кировской области, на территории всех субъектов Российской Федерации, фактически без исключения. Вот только раз, что про Саха-Якутию не знаю, но уверен, что и там тоже, или про Чукотку. И здесь бояться этого, безусловно, не следует, если мы на протяжении длительного времени ограничивали права наших граждан на свободное посещение улиц, парков. И, насколько я понимаю, до 3 июня, я думаю, что этот срок будет продлен до настоящего времени, и далее не рекомендуется, и напрямую воспрещается. Проведение подобного рода мероприятий надо четко верующим, которые желают принять участие в подобном роде мероприятии, дать понять и донести волю власти, на то она и власть, что подобного рода мероприятие, оно объективно опасно для окружающих, и поэтому оно запрещено. Еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, если все-таки какие-то люди группами, либо небольшими какими-то группами, соберутся идти, не знаю, и пойдут, и их на подходе еще к Бобиной или к Макарию не успеют остановить, вот они куда-то там в леса углубятся, и потом с кем-то из этой компании что-то случится, не дай бог, да, в процессе, и не успеют оказать им вовремя помощь. Власть будет нести ответственность за то, что не было организовано вот это все? Нет, не малейший. Любое публичное мероприятие согласуется, организуется соответствующим образом. В обычное время Великорецкий крестный ход согласовывался наряду с другими публичными мероприятиями, именно поэтому обеспечивался и средствами МЧС, и полицейскими нарядами, и машинами скорой помощи. И если граждане в настоящий момент решили посамовольничать, ну, они берут ответственность за свою жизнь и здоровье на самих себя. Если что-то случится на протяжении вот этого похода, ну, не на чью помощь, кроме как на самих себя, либо на окружающих случайных прохожих, либо, опять же, на МЧС с помощью сотового телефона, ну, вряд ли они смогут рассчитывать. Ну, то есть право обратиться к властям за помощью... Есть любого гражданина. Есть любого гражданина, но никто не гарантирует, что все все бросят, да, и понесутся спасать в леса. Ну, слушайте, вот если что-то произойдет в каком-то лесном поселке, либо на лесной дороге в темное время суток и прочее-прочее, я сильно очень сомневаюсь, что в течение нескольких минут, либо там ближайшего часа-двух, какая-то медицинская помощь, либо экстренная помощь будет оказана. Поэтому здесь риск, безусловно, есть. В общем, сидите дома. Ну, желательно понять, что все-таки ситуация достаточно сложная. И сейчас, вот сегодня, например, по сообщению РБК, количество заболевших на территории России опять начало расти, не говоря уже о том, что и количество, простите, умерших на территории Кировской области по сравнению с началом всего этого приключения кратно выросло. По-моему, 17 человек уже. И причем люди абсолютно разных возрастов. И 35 лет есть женщины, и 80 лет. И разброс огромный. И никто не может сказать, как вирус выбирает себе жертву. Яна Чеботарев в нашей студии. Мы цифры свежие по Кировской области еще озвучим после небольшого перерыва на анонсы. Продолжается особое мнение Яны Чеботарева. Мы к последней статистике сейчас обратимся по коронавирусу. На утро сегодня в области выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19 и 24 случая бессимптомного носителя инфекции. Вот, вот, вот. Об этом мы еще поговорим, да. Да, действительно, погибшие почти 20 человек. Состояние 25 человек сейчас заболевших оценивается как тяжелое. В отделениях реанимации и интенсивной терапии 12 пациентов. 7 из них подключены к аппаратам МВЛ. Вот это вот вся история с новым носительством и бессимптомным носительством. Я, честно говоря, не очень поняла, зачем это было нужно разделять эти два случая. Потому что ведь, я так понимаю, люди без симптоматики, они в группу с симптомами вполне себе легко могут перейти через какое-то время. Ну да, безусловно. То есть четкого алгоритма действия подобного рода вируса пока не установлены. И человек, который сегодня бессимптомно носит вирус, он может заболеть завтра, послезавтра, через две недели. Может не заболеть никогда. Но вот это вот хитрое оперирование цифрами, оно зачем нужно? Это вот на федеральном уровне решение было принято? Не ко мне. Может быть, таким образом пытаются как-то подкорректировать цифры статистики. Чтобы у нас меньше заболевших было? Ну да, чтобы сказать о том, что вот мы все-таки плато прошли, и сейчас идет какой-то спад. У нас скоро, 24 июня, по-моему, достаточно интересное, красочное, публичное мероприятие в виде парада победы. У нас парад победы и выходной день, как нам сказали. И были предположения, что в этот же день могут организовать голосование по Конституции. То есть это может быть связано? Нет, не думаю. Могу пояснить, почему. Поэтому все-таки по общему правилу объявление подобного рода мероприятий, как голосование, либо референдум, либо даже опрос общественного мнения объявляется за 30 дней, дай бог памяти. А, все, уже поздно. Ну да, но опять же, это Россия, может быть, все, что угодно. Ну вот я-то предполагала, что как раз вот это вот оперирование цифрами, может быть, и снижение там, да, общего количества, оно может быть выгодно. Может быть, с этим связано, да, безусловно. Но опять же, я читал на сайте «Новой газеты» о том, что, несмотря на то, что 24 июня уже анонсировано проведение парада победы, саммит ШОС, который планируется на июль, предполагается все-таки отменить, с тем, что опасность какая-то существует. Понятно. Вот, возвращаясь к цифрам, собственно говоря, в свете всего происходящего и растущего количества, да, и вот этой всей неблагоприятной статистики, коэффициент заражения коронавирусом в Кировской области вырос до 2,5. Это вот на конец прошлой недели данные, да, с единицы почти до 2,5. При этом для того, чтобы снимать вот эти все ограничения и дальше, да, коэффициент должен быть меньше единицы. То есть до этого момента ни общепит, ни торговые центры, ни еще какие-то предприятия, которые сейчас не работают, открыться не могут. Ну, вот до 3 июня подождем. Почему? Потому что 242-е постановление правительства Кировской области действует сейчас как раз до 3 июня. Ну, с возможностью продления. Ну, да. То есть, судя по тем цифрам, которые вы, Аня, озвучиваете, я думаю, что нам этого не избежать. Либо вот экстренно все больные выздоровеют, и мы все пойдем на поправку. Да. Ну, и вот возвращаясь к тому заседанию, о котором я говорила, на котором было как раз объявлено о резком ухудшении ситуации, губернатор Горь Васильев заявил, что к ухудшению ситуации с коронавирусом привело, в частности, наплевательское отношение кировчан, в том числе сотрудников и руководителей тех предприятий и организаций, которым было разрешено функционировать. И из-за этого, собственно, мы продолжаем жить вот в этих условиях ограничения. Игорь Васильев сказал, до людей не очень доходит, что есть уголовная ответственность за заражение. Дело за нами всеми, за исполнением элементарных требований теми, кто сейчас работает. То есть, очевидно, идет об обеспечении каких-то санитарных и контрольных мер на предприятиях, мытье рук, маски, еще что-то. Мы видели эти новости по прошлой неделе. Большое количество достаточно зараженных, вот этих вновь образовавшихся, это крупные очаги, либо в больницах, либо на предприятиях. Ну, я усомнюсь в достоверности тех цифр, которыми мы с вами оперируем. Я могу мысль свою пояснить. Ну, хорошо. Если человек заболел с высокой температурой, он, безусловно, обращается к врачам. Врачи, честь и махвала, человека госпитализируют. В случае подозрения на коронавирус в соответствующее лечебное учреждение. Вот интересно, а как бессимптомных носителей коронавируса выявляют? Я вот вроде бы кировчанин, я каждый день бываю в городе. У меня никто никакой тест на коронавирус не брал. Я, конечно, подозреваю, что я переболел еще в начале года по возвращению из Европы. Но, тем не менее, я вот планирую сам обратиться в клинику Лайт и подобного рода анализ... Не реклама. Не реклама. Ну, я просто не знаю, где еще это делать. Ну, давайте делаем это. Значит, и чисто для себя просто подобного рода анализ дать. А где у нас, простите, государственные органы, учреждения здравоохранения? Где тестирование, которое вроде бы должно проводиться в Москве? Вроде объявили, опять же, о поголовном тестировании. На мой взгляд, весь мир давно уже выработал систему о том, что именно большое количество тестов, которые проводятся среди населения, позволяют выявить как раз носителей коронавируса, изолировать их, либо в добровольном, либо, простите, в принудительном порядке, и тем самым сократить число новых зараженных. Я не вижу такой работы в городе Кирове. Что касается, простите, заявления господина Васильева, ну да, он, безусловно, прав. Безусловно. То есть наплевательское решение. Наплевали все давным-давно. Почему? Во-первых, простите, людям нужно есть и зарабатывать деньги. Это первый момент. Ответственность работодателей, которые зачастую не обеспечивают своих работников средствами индивидуальной защиты, не ведут, опять же, разъяснительную работу по поводу необходимости соблюдения социальной дистанции, ну, безусловно, это важно, и с этим следует бороться и привлекать такого несознательного работодателя к ответственности, да, безусловно. Но я точно так же могу сказать, что у нас, простите, и власти точно так же наплевали на подобного рода мероприятия. Я вам до эфира, Аня, пример привел 20-минутной давности. Я когда выезжал на эфир, вышел из офиса, мимо меня прошли три симпатичных молодых человека, двое юношей и одна девушка в форме полиции. Юноши были в масках, которые, правда, были у них расположены на подбородке. Значит, а девушка гуляла сама по себе. Все ходят в форме, вроде занимаются делом, ну, я не вижу, что... Где маски? Ну, перчаток нет, маски можно в кармане с таким же успехом носить. Но они к людям-то не приближаются в этот момент. Наверное, когда они к прохожим приближаются, они маски надевают. Ну, я готов верить, что это так, но мимо меня они прошли совершенно спокойно, и, уверяю вас, мы маски не надевали. То есть, как минимум, это не самый хороший пример для горожан. Вы об этом говорите, да? Да, безусловно. Если сотрудники полиции идут с маской на подбородке, то что ждать от обычных людей? Ну, да. Ну, да. То есть, здесь как-то мы все, безусловно, расслабились. Плюс, ну, опять же, попеняю, требовать чего-то государство, либо органы власти, субъекты федерации могут тогда, когда они что-то человеку дают взамен. То есть, какую-то помощь, помимо запретительных мер, какое-то вспомоществование, пособие, да как угодно, что угодно и прочее. То есть, пока не вижу. Вот мне повезло, с одной стороны, я и мое предприятие не попало в список наиболее пострадавших от коронавируса. Я как-нибудь переживу. Но я вижу прекрасно о том, что, например, маленькие предприятия, средние предприятия, которые занимаются производством какой-либо продукции, которые занимались такой же розничной торговлей, как масса наших с вами сограждан. Ну, они-то чего получают? Да, у нас есть 98-й ФЗ, где перекладывается на плечи арендодателя обязанность по представлению рассрочки в оплате арендной платы. Ну, так опять же, от переменной мест слагаемых сумма-то не меняется. Какая разница, кто понесет убытки... И не заплатит налоги. И не заплатит налоги, и чьих работников будут в итоге сокращать. Мы в результате проблему-то этим не решим. И здесь, на мой взгляд, ну, опять же, хорошо, ведь у нас же было недавно время, когда, простите, ту же маску медицинскую купить было весьма проблематично. Шили из каких-то тряпочек и прочие вещи. Почему их бесплатно просто было не раздавать? Потому что их не было. Вот это вопрос к правительству Кировской области и государству в целом. Если масок не было, нужно было как-то придумать и быстро их начать производить, либо закупать. Мало того, они изначально до эпидемии стоили в районе трех рублей за штуку, по-моему, а сейчас они стоят 30-40 рублей за штуку. Ну, слава богу... Кто-то на этом хорошо зарабатывает. Ну, возможно, и так. Но, опять же, возникает вопрос. А за что я, как налогоплательщик, плачу налоги, если наше, простите, любимое государство не планирует даже сослучить чего-то, оно сумеет обеспечить население средствами индивидуальной защиты в виде этих же масок, перчаток и прочего. Ну, как? Неправильно, недоработка. То есть, прежде чем требовать чего-то от людей, нужно людям что-то дать? Безусловно. Хорошо. Еще есть две темы, связанные с коронавирусом. Три минуты до перерыва. Давайте мы коротенечко пройдемся. Ну, во-первых, в обновленный проект Кодекса об административных правонарушениях вносится наказание за нарушение, за отказ от обязательной вакцинации. Эта история громкая была. В конце прошлой недели шума наделала. Штраф для граждан может составить от 5 до 7 тысяч рублей. Для должностных лиц до 10 тысяч. Ну, и там дальше по возрастающей. Плюс для предприятий даже запрет деятельности на срок до 30 суток. Вынуждены были власти объясняться. И Роспотребнадзор, и остальные ведомства говорили сначала просто об этом штрафе. Да, изначально. Потом было сказано о том, что вроде бы эти меры штрафные, они распространяются только на тех людей, которые обязаны быть вакцинированы от коронавируса. Вот вам как кажется, это обязательная мера, она нужная или не нужная все-таки? Ну, на самом деле, ничего нового здесь наши власти не придумали. Значит, обязательная вакцинация ряда работников, задействованных на специальных производствах, она была давным-давно, начиная со времен СССР, и подобного рода правила писаны были кровью. Если человек работает с источниками инфекционных заболеваний возможных, в ветеринарии, в детских дошкольных учреждениях, где угодно, безусловно, он должен вакцинироваться. И в этой части у него точно так же есть право выбора. Либо ты вакцинируешься и работаешь, либо ты не вакцинируешься, но не работаешь. Кстати, насчет о не работаешь. Еще тоже из проектов, тех, которые с коронавирусом связаны, Минтруд предлагает разработать и уже подготовил даже документ об особом порядке увольнения сотрудников и введения режима простой во времена пандемии. Благодаря вот этому вот документу мы все можем получить возможность работать вечно. Да не получим мы такую возможность. Говорят, что запретят работодателю увольнять по собственной инициативе работника или отправлять его в простой. Ну, запретят и что, господи. Найдут другие способы. Найдут другие способы. Либо будут разъяснять этим работникам о том, что им следует уволиться самим. В любом случае, деньги не берутся ниоткуда. Если у предприятия нет возможности на протяжении полутора месяцев, например, выплачивать среднюю месячную зарплату своим работникам, при том, что они сидят дома и ничего не делают, ну, это предприятие лопнет. Какие бы меры, какие бы законы наше правительство не придумало. Опять же, если мы хотим... Все равно закроется, работать все равно будет негде. Да, конечно. Ну, конечно. Ну, нет денег, ну, не заработали, делить-то нечего. Откуда эти деньги возьмутся? Соответственно, ну, хорошо, работник будет не уволен, он просто будет ничего не получать, потому что предприятие, простите, банкрот. Так, в таком случае вопрос. А зачем тогда писать этот документ, если он не будет работать? Ой, вот, Аня, наша государственная система давно тяжело больна. Да. И очень часто, очень часто у нас нормативные акты пишутся не для того, чтобы облегчить жизнь людям, а для того, чтобы показать или имитировать какую-то активность. Вот, на мой взгляд, вот это яркий пример. Хорошо, посмотрим, как будет, собственно говоря, и будет ли работать этот документ. А что нам остается? На самом деле, да, подождем. Ян Чеботарев, юрист нашей студии. Делаем сейчас перерыв на рекламу. Вернемся, у нас впереди еще несколько тем. Ян Чеботарев, юрист в нашей студии. Мы продолжаем. Еще несколько тем у нас впереди. Ну, давайте сначала мы вот свежую по экстремистам новость откомментируем. В Кирове задержали участников экстремистской организации, сообщают наши правоохранители. Полиция выявила деятельность ячейки запрещенного в России Союза славянских сил Руси. Запрещенным был признан в августе, по-моему, прошлого года, да, этот союз. Зная это, как сообщается, трое жителей Кирова, являясь членами организации, на протяжении девяти месяцев продолжали деятельность, привлекали новых сторонников и за деньги выписывали им справки о том, что те являются гражданами Советского Союза, сообщают в областном следственном управлении. Мужчины задержаны, изъяты экстремистские материалы. Что-то там Кировский Шептун сообщал про портреты Сталина на стенах, но я, честно говоря, не видела вот нигде в официальных источниках уточнений, поэтому врать не буду. Значит, заведено уголовное дело, двое отпущены под подписку о невыезде, третье под обязательство о явке. Вот такая история. Ну, я бы все-таки рассматривал подобного рода действия не столько как экстремизм, сколько как мошенничество. Почему? Потому что мой опыт подсказывает мне, я серьезно эту тему изучал по поводу граждан СССР и прочее, прочее. Все упирается в деньги. Серьезно? Да. То есть это не за идею о них? Нет. Как правило, все упирается в деньги. Люди ищут граждан, которые попали в тяжелые жизненные ситуации, которые закредитованы, которые не могут по каким-то причинам оплачивать коммунальные услуги и пытаются продать им комплекты документов, которые, по их словам, помогут им доказать, что деньги Российской Федерации не настоящие, что банки не вправе выдавать кредиты, что все услуги ЖКХ оплачены за нас, что Российская Федерация, там, страшный бред, это коммерческая фирма, зарегистрированная где-то в Соединенных Штатах и прочее. А идеология как раз вот этого Союза славянских сил Руси, она в том, что нынешняя действующая власть в России, она нелегитимна. Да, да, да. Применительно к квалификации подобного рода деяния именно как экстремистма, ну, я бы, наверное, поспорил. Я более-менее представляю, как подобного рода дела возбуждаются на примере свидетелей Яговы, когда после признания Верховным судом и запрета деятельности конкретных юридических лиц в разных регионах России фактически деятельность и других организаций и просто исповедование религии было подставлено под большое сомнение. И в отношении свидетелей возбуждались и возбуждаются и рассматриваются там дела весьма сомнительного характера. Но применительно к вот подобного рода деятелям, которые прикрываются высокими идеями только лишь для того, чтобы обирать, простите, граждан, которые в тяжелой жизни ситуации находятся раз, и, во-вторых, не обладают достаточным багажом знаний, чтобы самостоятельно установить противоправный характер действий против них, ну, это странно. Но, на мой взгляд, на мой взгляд... А экстремистами-то признают почему? Потому что мошенничество сложнее доказать или просто, чтобы запугать последователей, нет? Ну, давайте так. Во-первых, уголовное дело может быть возбуждено по одной статье, а в суд будет передано по другой статье. Плюс, опять же, мы не знаем всех материалов, в чем следствие видит непосредственно экстремистскую деятельность. Может быть, они там рознь какую-то разжигали, либо еще чего-то. А признание власти действующей нелегитимной не является экстремистской деятельностью? Ну, слушайте, каждый гражданин Российской Федерации пока имеет право на свободу выражения собственного мнения, высказывает свои суждения. Я могу делиться с любым количеством наших с вами слушателей, своих собеседников, своими мыслями совершенно спокойно. Другой вопрос о том, что, ну, если кто-то считает, что Российская Федерация создана нелегитимно и до сих пор существует СССР, ну, здесь это просто человек не вполне грамотный. Почему? Ни в одном государстве нет норм закона, которые бы предусматривали, как, каким образом это государство прекращает свое существование. Примеров масса. Простите, Российская империя, уверяю вас, тоже рухнула в 1917 году. Ну, да, без подготовки, и наверняка власти Российской империи были категорически против создания Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и в дальнейшем образования СССР. Ну, что из этого вытекает? Мы будем отрицать объективную реальность? Ну, нет. СССР, как государство, было, да, какое-то время, в 1991 году, не помню, там, в ноябре-декабре, самоликвидировалась эта объективная реальность, простите, геополитическая реальность. Российская Федерация признана всеми странами мирового сообщества. Соответственно, как мы можем отрицать наличие такого государства? Никак. Мы можем говорить о том, что, да, у нас есть проблемы, надо их решать, придумывать, как их решать, предлагать что-то свое, но отрицать невозможно. Но в этой ситуации все-таки... Я считаю, что все упирается в деньги. ...ближе в мошенничество, да? Да. Не в идею. Хорошо, напоминаю, да, что организация, о которой мы говорили, Союз Славянских сил Руси, это запрещенная организация. У нас остается с вами, Ян Евгеньевич, 7 минут, и еще одна важная тема, которую мы, конечно же, должны обсудить. Завтра Кировская городская дума должна либо утвердить, либо не утвердить Дмитрия Осипова на посту главы администрации нашего города. Эта история продолжается уже довольно давно, да, вот состоялся очередной конкурс, и Дмитрий Осипов признан победителем, да. Посмотрим, как завтра будут голосовать депутаты. Пока там единства в их рядах я не вижу. Мы опрашивали представителей оппозиционных фракций на прошлой неделе. Они там не сказать, что прям вот двумя руками за Дмитрия Осипова. Другое дело, что вся эта ситуация уже в конце концов должна закончиться. Конечно. Вот. Но тут коллизии интересны в чем. Один из депутатов Кировской городской думы, Альберт Бекалюк, подал иски в суд. И опротестовывает он историю с назначением внепланового заседания городской думы, на котором было принято решение о конкурсе, да, вот этом, который состоялся на прошлой неделе. И заседание суда, как я понимаю, по этому вопросу состоится после того, как Осипова либо утвердит, либо не утвердит городская дума. Так вот, если все-таки суд признает, что Елена Васильевна Ковалева не могла объявлять внеплановое заседание через там непродолжительное время после планового, а я напомню, там несколько часов прошло между ними, да, это было, по-моему, в конце апреля, и там было принято решение о конкурсе. Вот если суд все-таки признает, что Елена Васильевна Ковалева в соответствии с регламентом не могла так делать, а должна была день там выждать и только после этого собирать депутатов вновь, то что будет? Ну, это сложный вопрос, с одной стороны. С другой стороны, достаточно простой. Ну, во-первых, вот я лично абсолютно не верю в том, что подобного рода формальное нарушение, на которое ссылается господин Бекалюк, будет принято во внимание областным судом. Могу пояснить, почему. В законодательстве Российской Федерации, в законах, которые регламентируют проведение различного рода собраний, начиная от собраний в обществах с ограниченной ответственностью, акционерных обществах и прочее, существует достаточно простое правило. Да, хорошо, нарушение при СОЗОВе, например, имеет место быть. А каковы последствия этого нарушения? Кто-то из депутатов был лишен возможности прийти и выразить свое мнение? Ну, тогда хотелось бы, собственно говоря, увидеть, кто конкретно. А также... Жалобщики должны быть, да? Ну, фактически, да. Пожаловаться должен. Значит, а также, а также, повлияли бы их голоса, если бы они принимали участие, в случае, если они были лишены такой возможности, на принятие итогового решения. И если уважаемый суд установит, что депутаты не были лишены возможности принять участие в подобного рода заседания, что они были уведомлены надлежащим образом, и даже те депутаты, которые не пришли по уважительным причинам, например, то их голоса никак не повлияли бы на принятие решения об объявлении конкурса, тогда суд просто откажет на том основании, что подобного нарушения не повлекло последствий, которые фактически делают нелегитимными волю тех депутатов, которые принимали участие в голосовании. Ведь все-таки конкурс в итоге был объявлен, депутаты голосовали. Почему нет? Поэтому здесь вариантов достаточно много. Я не знаю, опять же, всех материалов дела, на которые ссылается господин Бекалюк. Он имеет, насколько я помню, юридическое образование сам. Ну, посмотрим, какое решение примет суд. В то же время суд, безусловно, может принять любое решение. У нас зачастую суд в Российской Федерации не связан ничем даже нормами закона. Это так лирическое отступление. Это особое мнение? Особое мнение, да, мое. Если суд примет решение о том, что конкурс, в котором победил господин Осипов, был проведен, объявлен с какими-то глобальными нарушениями, ну, фактически это даст возможность господину Бекалюку уже повторно обращаться в суд и оспаривать, например, завтрашнее решение Кировской городской думы. Мне почему-то кажется, что завтра наши депутаты все-таки господина Осипова утвердят. Ну, посмотрим, доживем завтра до обеда где-то, да, я думаю, что к этому моменту уже все будет ясно. У нас остается с вами, Яна Евгеньевич, две минуты, и я бы еще хотела попросить вас прокомментировать историю, которая, конечно, в День защиты детей может быть дико звучит, да. Завершили расследование дела жительницы города, которая в августе прошлого года нанесла своему сыну ножевые ранения. Насколько я помню, это было на филейке, да, она пришла в гости вместе со своим ребенком. А сколько лет было? Два года. Два года. Два года была сына, да. Пришла вместе с ним в гости, там употребляла спиртные напитки. Ребенок звал ее, как я понимаю, там уйти, да, покинуть это место. Мать отказалась и нанесла ему несколько ударов ножом, ну и, собственно говоря, потом пояснила, что... Ребенок скончался. Да, ребенок скончался, что ребенок ей мешал отдыхать. Сейчас находится в СИЗО, ну и вот в ближайшие, наверное, там, не знаю, месяц-полтора будут объявлены, там, да, судебные заседания. Понятно, что вопрос, сколько им может грозить в этой ситуации? Ну, часть вторая, статья 105, убийство малолетнего от 8 до 20 лет лишения свободы. Так как эта женщина в случае приговора к реальному лишению свободы, я думаю, что этим и закончится, отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Потому что... Ну, потому что женщина, потому что женщина в строгом режиме не содержится. Ну, 10 лет, я думаю. Не меньше. Ну, я бы вот меньше не стал назначать. Ну, я напомню, там история с Марией Пленкиной, да, женщиной, которая оставила свою дочку одну в квартире, там 13 лет. Немножко другая ситуация. Там хотя бы прямого покушения на жизнь ребенка не было. И тем не менее 13 лет. Да, поэтому здесь минимум 10, с учетом того, что это все-таки 2 года, господи. Как вам кажется, вот эта история, она должна быть показательной какой-то, массовой, широко освещаемой и прочее? У меня вопрос риторический, безусловно, но тем не менее, а где были органы опеки и попечительства, где была полиция, комиссия по делам несовершеннолетним? Ведь наверняка подобного рода женщина относилась к категории социально неблагополучных семей и даже, скорее всего, матери-одиночкой являлась. Контроля никакого не было. На основании чего тогда? Это бездействие, это допустимо, нет. Наказать ее, безусловно, надо. А кого-то еще наказать? Безусловно. А опять же, а где участковый уполномоченный, который должен контролировать? Понятно. Это суд может во время процесса? Частное определение в адрес любого лица суд может вынести. Яна Чебутарев, в нашей студии юрист программы «Особое мнение». На этом завершается. Яна Евгеньевич, спасибо большое. Всем слушателям до свидания. Особое мнение на 101FM